Здравствуйте! В эфире Электрогорское телевидение. В студии с обзором новостей Ольга Костин. Смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. 19 января вся страна, а с ней жители Электрогорска отмечали крещение Господне. Очередной еженедельный рейд Госадомтехнадзора по контролю за соблюдением правил чистоты и порядка в городе прошел в минувший вторник. На территории городской больницы вновь открыли детский дневной стационар. Психоневрологическое отделение городской больницы нашло себе временный приют. В средней общеобразовательной школе номер 14 состоялся семинар совещания руководителей образовательных учреждений по вопросам нравственного воспитания. 60-летие творческой деятельности Геннадия Лихтера отметили в Центральной городской библиотеке. И результаты игр по футболу и хоккею, греко-римской борьбе и рэпби в нашей рубрике «Спорт». А теперь обо всех новостях подробнее. 19 января Электрогорск наряду с другими городами России праздновали Крещение Господне. 18-19 января в храме всех святых в земле российской просиявших после службы и праздничной литургии был совершен обряд великого освящения воды. Все желающие в этот день могли прийти в храм и получить освященную воду. О всеношных днях, освящении купели и купании смотрите далее. 19 января жители Электрогорска вместе со всей страной встречали святой праздник Крещения Господне. В канун праздника, крещенский сочельник и в сам праздник в храме всех святых в земле российской просиявших после божественной литургии был совершен чин великого освящения воды. Конечно же, вода святая для всех. И для тех, кто потрудился усердно, и для тех, кто не очень усердно, и для тех, кто имеет крепкую веру, желание, и для тех, кто только становится на путь веры, путь спасения. Нет. Господь освящает сегодняшний день все водное естество. Сегодня, завтра вся вода освящается. Но особенно освящается та вода, над которой были прочитаны молитвы. И все мы с вами миром, то есть все, как один, молились, просили у Господа Бога благословение освящения этой святой воды, воде. Все желающие в этот день могли прийти на крещенскую службу, а также получить освященную воду. Освящение и раздача воды проходили в здании нового храма. Вода, освященная в день праздника и накануне, называется крещенской. Она помогает сохранить здоровье тем, у кого оно есть, а хворающим побороть болезнь. В 10 часов вечера состоялось освящение воды в купиле около городской бани. Согласно евангельской истории, Иисус Христос в реке Иордан принял крещение, во время которого на него сошел Святой Дух в виде голубя. По традиции, на крещение жители Электрогорска купались в освященном прорубе. Верующие трижды окунаются, осеняя себя крестом. В ходе очередного объезда с сотрудниками Госадомтехнадзора выявлены новые нарушения. Подробности далее. Очередной рейд Госадомтехнадзора, прошедший в Электрогорске 21 января, буквально порадовал участников объезда. Стало ясно, что работа проводится не зря. Работники ДРСУ почистили лавочки на аллее вдоль центральной дороги. На вокзальной площади силами МУП-электросеть убирают навалы снега. На площади Советской снег собирает маленький экскаватор Ленкома. Вопрос с вывозом снега должен решиться к пятнице, 24 января. Сейчас это когда будет? На этой неделе он уже будет. Сейчас на согласование? На согласование сейчас мы отдали. Ну а с вывозом давайте решать технику. МУП-электросеть помогает. Я донесу директору. Я понял, я понял. На улице Горького после действий, предпринятых вследствие жалобы от жителей 12, 16 и 18 домов, убрали плиты, разровняли дорожки. Во все время объезда нас преследовали приятные неожиданности. Только заметили сотрудники госантехнодзора нарушение. Соответствующие службы тут как тут. Однако не обошлось без эксцессов. На улице Гржановского был замечен дым с едким химическим запахом. Работники ТСК «Мосэнерго» признались, что жгут мусор. И где? Под трубами теплопровода. Здрасте. Что жгем-то там? Что жжете? Ну, мусор мы подожгли. Вот как с вами бороться, а? Понятно. Значит, Добрышина на ковер вызовем. Ну, че, я уже поражаюсь вообще-то. Как с людьми объяснять, говорить? Уже было по весне один разок. Они, типа, переезжают. Вы не главный тут никто? Старший, младший, кто-то есть вот это? Или вообще никого нету? Плохо? Плохо? Какая обшивка? Вон она горит, вон, блин. Вон, смотри. Фу! Ну, а че воничь-то? Видишь, какая? Проблему взяли на контроль для выяснения истинных причин и виновников нарушения. О другом серьезном нарушении в территориальный отдел Госантехнадзора пожаловались бдительные жители нашего города. На улице Озерной, в районе дома номер 5, небольшой пруд завалили строительным мусором, оставшимся от домов, разобранных на улице Ленина. Кто и по какому праву это сделал, сотрудники выяснят и предпримут соответствующие действия. Хочется отметить, что облик города заметно изменился в лучшую сторону вследствие работы Госантехнадзора. В этом и наша с вами заслуга. Давайте бороться за чистоту и порядок в нашем городе и в будущем. Детский дневной стационар снова начал работу на территории Электрогорской городской больницы. Сколько мест в стационаре? На какие условия лечения могут рассчитывать маленькие больные и их родители? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете из нашего сюжета. На территории Электрогорской городской больницы недавно стало работать детское отделение стационара. Детский дневной стационар представляется собой из дневного стационара для детей с заболеваниями органов дыхания. Хотя дети болеют не только заболеваниями органов дыхания, а очень много часто сопутствующей патологии. Сопутствующая патология – это у нас ведут вегазососудистые дистонии, это гастродониты, это у нас панкреатиты, то есть много другой сопутствующей патологии. Стационар работает с 8 утра. На ночь родители забирают детей домой. Возраст госпитализируемых ребят – от 2 до 15 лет. Маленькие дети находятся во время лечения и обследования со своими мамами. Дневной стационар рассчитан на 10 койко-мест, но иногда количество больных превышает норму. Мальчики и девочки находятся в разных палатах. Также существует распределение по заболеваниям – органов дыхания, дистонии и доуденита. Очень быстро можно пройти обследование. Например, быстро делаем, не ждем очередь, а прямо сразу через день, через два делаем гастроскопию, делаем УЗИ брюшной полостью, УЗИ почек, рентгенографию. И очень удобно. Рядом у нас есть массаж, физиолечение, массаж и физиолечение грудной клетки или что там нужно. Все проблемы, которые возникают в детском отделении стационара, решаем сразу, сказала Лилия Львовна. С лекарствами, я хочу сказать, тоже неплохо, прям даже хорошо. У нас для инъекций есть, у нас для приема внутрь есть лекарства. Лекарства дети получают бесплатно, то есть лечение идет бесплатно. Все, что мы не имеем здесь, мы просим родителям приобрести. Но это уже какие-то другие препараты, которые входят в перечень нашего, так сказать, обслуживания. Состав медицинского персонала невелик. Лилия Бурлак, заведующая стационаром, также выступает в роли врача. Еще тут работают две медсестры, сестра-хозяйка и санитарка. Из-за того, что коллектив отделения небольшой, в нем царит уютная домашняя атмосфера. Персонал умеет находить подход к детям, что, несомненно, находит отзыв в детских сердцах. Да, у нас складываются дружеские отношения, дети к нам подходят, мы с ними играем и разговариваем, беседуем. Некоторые детки лежат без родителей, им приходится уделять внимание. Замечательно, что у нас в городе вновь появилось детское отделение стационара. Хотелось бы пожелать такому нужному отделению нашей больницы, чтобы у него появилась возможность принимать больше детей. Было бы неплохо, если ребята по необходимости могли пребывать там круглосуточно. Им не приходилось бы лежать в отделениях стационара Павловского посада и Орехова-Зуева. Осенью прошлого года в Электрогорске закрыли психоневрологическое отделение. Глава города Игорь Красавин пообещал, что эта проблема будет решена. И уже в январе Нового года психоневрологическое отделение переезжает в своевременное убежище на территорию городской больницы. Подробности прямо сейчас. Волнение среди жителей города вызвало закрытие в первой половине октября 2013 года отделения неврозов, в здании которого проходили лечения, страдающие недугами алкоголизма, наркомании и психических расстройств. Что же стало причиной такой чрезвычайной меры, отвечает Вадим Ратов, главврач Электрогорской городской больницы. Да, конечно. Проблемы по старому корпусу, по старой неврологии были значительные. Здание ветхое, старенькое. Никогда не было капитального ремонта. Коллектив отделения был временно определен на другие должности и теперь приступает к своим непосредственным обязанностям уже в другом здании на территории горбольницы. Это деревянное здание достаточно старое. Чтобы оно стало пригодно для эксплуатации, пришлось приложить немало усилий. Ведь в отделении текла крыша, прогнили полы, осыпалась штукатурка, не работал туалет. Трудно было поверить, что все это можно привести в порядок. Мы приняли решение, что в состоянии сделать косметический ремонт вот этого старого корпуса и предприняли подобные шаги. Здание нуждается в капитальном ремонте, но таких средств пока нет ни у города, ни тем более у больницы. В этом корпусе мы расположили амбулаторный психоневрологический прием и дневной стационар. Конечно, мы надеемся, что это помещение и временное. На год-два посмотрим. По назначению доктора пациенты ложатся в дневной стационар. Там они получают все назначения, капельницы и прочие другие лекарства. А ночевать идут домой. Для больных, требующих постоянного пребывания в больнице, сейчас подбирают место лечения. Острое состояние, конечно же, будут лечиться в других больницах. О чем мы ведем соответствующие переговоры с другими заведениями подобного типа. Несмотря на такое частичное функционирование, отделение уже принимает больных. Персонал оказывает помощь нуждающимся. Мы думали, что вообще распрощались с этим отделением. Но так как оно возродилось, сотрудники работают с большим энтузиазмом. В короткие сроки отремонтировали кровлю и полы. Панелями закрыли стены и потолки. Починили туалеты. Покрасили окна, двери и батареи. Несмотря на некоторые стесненные условия, уважаемые горожане, я думаю, что это временные меры. То есть мы тут проживем год-два, надеюсь. Но тем не менее, не забывайте, что здесь работают профессионалы, и вы получите качественную, квалифицированную помощь. Пусть даже не стопроцентная замена полноценному отделению, но такая временная мера – это уже какое-то решение. Некий перевалочный пункт, ждущий выполнения планов, реализация которых позволит электрогорцам получать помощь в полной мере в своем городе, вблизи от дома и родных. И на сегодняшний день мы приняли решение, болезненное решение, непростое решение, временно пока, значит, скажем, ликвидировать это наш учреждение. Но буквально сегодня мы этот вопрос озвучили параллельно с Роспотребнадзором, который приезжал зам руководителя областного в министерстве, значит, в правительстве Московской области. Если нам выделят средства и помогут для капитального ремонта нашего детского дома, оперативно выделят средства, пусть даже в начале следующего года, то мы отремонтируем и заведем туда наших больных и наших специалистов, наших врачей для того, чтобы они продолжали свою работу. Семинар руководителей образовательных учреждений по вопросам нравственного воспитания прошел в 14-й школе. Педагоги города принимали у себя гостей из Павловского посада и Ногинска. Подробнее об этом смотрите в нашем сюжете. В пятницу 17 января в школе номер 14 состоялся семинар, раскрывающий работу педагогов по духовно-нравственному воспитанию в школе в условиях госстандарта, введенного в 2011 году. Преподаватели начальных и основных классов 14-й школы городского округа Электрогорск представили свои разработки в открытых мероприятиях. А действительно в нашей школе есть чем делиться, потому что мы на протяжении многих лет занимаемся этой темой. Духовно-нравственное воспитание. На протяжении всех лет у нас тоже красные линии проходят, патриотическое воспитание, потому что школа наша старейшая, школа с богатыми традициями. И воспитание духа в наших детях – это одна из основных задач. Коллеги из электрогорских школ и учебных заведений Палпосадского и Ногинского районов выступили на семинаре и поделились своим опытом. Мастер-классы педагогов, фрагменты уроков и внеурочных занятий, родительских собраний и круглый стол создали полноценную картину работы учителей по духовно-нравственному воспитанию подрастающих поколений. Итоги мы увидим в повседневной жизни. И если проведена такая серьезная работа, они не замедлят порадовать нас. Вечер, посвященный 60-летию творческой деятельности электрогорского композитора и поэта Геннадия Лихтера, прошел в Центральной городской библиотеке. Выходные. Подробнее об этом расскажет Татьяна Шевалина. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях наш земляк Геннадий Савич Лихтер. Я его знаю как очень хорошего человека и необыкновенно талантливого. Хороший инженер, главный бухгалтер и вдобавок очень способный талантливый музыкант. Вот сегодня мы собрались по поводу 50-летия его творческой деятельности. То есть сегодня как бы его отчетный концерт перед своими земляками. В субботу 18 января в рамках работы клуба «Наполним музыкой сердца» Центральной библиотеки прошла встреча с композитором, исполнителем песен Геннадием Лихтером, человеком, знакомым большинству электрогорцев. Своей гитарою прожжу мне в сердце брешь, Брожусь с тобой бульварами, прожусь с тобой бульварами, Хмелея от надежд, хмелея от надежд, Меня словами древними рождающей суть, Счастливой королевою ты сделал, не забудь, А ты своей гитарою прожжу мне в сердце брешь, Брожусь с тобой бульварами, прожусь с тобой бульварами, Хмелея от надежд, хмелея от надежд. Концерт, собравший поклонников творчества Лихтера, организованный работниками библиотеки и сестрой Геннадия Савича Еленой Добрушиной, был посвящен 60-летию творческой деятельности композитора. Выступали, кроме самого виновника торжества, его друзья, родные, бывшие соседи и сослуживцы. В далекое и дорогое прошлое перенеслись гости под песней Геннадия Лихтера в исполнении близких людей Владимира и Зинаиды Шилаевых, сына Геннадия Савича Михаила Лихтера, сестры композитора Елены Добрушиной. Мы отправлялись вновь и вновь, А сколько песен разлучало у лесных костров. Это просто дивный сон, дивный сон, Дни воскресных злов. Это просто дивный сон, дивный сон, дивный сон. Сбыться этому дивному сну, воспоминанию о годах совместного творчества вокально-инструментальном ансамбле «Квант» было суждено благодаря живой памяти, живой любви, которую заронил в сердца этих людей Геннадий Лихтер. К нему тянулись и тянутся сейчас, любили и любят, ценили и всегда будут ценить. Такова, наверное, притягательная сила таланта, которой когда-то давно в прилежном школьнике Гене Лихтере разглядела его наставница Руфина Никаноровна, учившая мальчика музыки в частном порядке. Сначала это были сочинения на стихе моего любимого Михаила Юрьевича Лербонтова, потом других. И где-то с 10 класса у меня была целая тетрадь этих сочинений, записанных нотами, как положено. Вот. Следующий этап, когда я уже учился в Москве, то родители как-то сумели эту тетрадь показать композитору Жарковскому. И он порекомендовал, а может быть даже, и записал меня в Московский дом композиторов на курсы самодеятельных композиторов. Вот так я с тобой попал. И там, значит, преподаватели давали мне первоначальные, значит, знания по композиции, полифонии, хармонии и так далее. Я там проучился где-то полтора года, потом вынужден был прерывать, потому что я окончил техникум и поехал по распределению. Потом был перерыв в творчестве до возвращения в 64-м году в Электрогорск. Играли и выступали со служивцами в армии, а после армии Геннадий Лихтер писал музыку и удачно представлял свои произведения в разных конкурсах. После института Геннадий Савич работал в Электрогорске начальником ПТО опытно-экспериментального завода, а потом трудился во Всесоюзном научном исследовательском институте нефтяной промышленности. Именно там он организовал «Виаквант», где играли на гитарах Геннадий Лихтер и Сергей Морозихин, на ударных Валерий Новожилов, на клавишных Елизавета Юзвович, а пели Надежда Турун, Александр Севрюгин, Валерий Автомонов и Валерий Менцер. Просуществовал «Квант» с 1971 по 1975 годы. После развала СССР, а с ним и большинство предприятий, Геннадий Лихтер уехал в Москву, где работал бухгалтером и живет по сей день. Его творческая деятельность нашла продолжение в выступлениях Московского дома романсов. Тебе как таблицу твоих повторений, Вычитаний, сложений, делений и вновь уважений, Повторяю тебя от вчера до сеннего сада, Легкая я сейчас до глубинного, темного взгляда. Повторяю тебя от вчера до сеннего сада, Легкая я сейчас до глубинного, темного взгляда. Подвели итог вечеру творчества Лихтера Теплые слова признательности благодарных зрителей. Слезы, радости и печали, встреча с друзьями, Всеобщая любовь унеслись из Электрогорска в Москву С этим замечательным человеком. До следующей встречи с людьми, которые его всегда ждут. В выходные состоялся открытие игр по зимнему мини-футболу На Кубок главы городского округа Электрогорск. В Краснозаводске прошла игра первенства Московской области по хоккею. В Рязани состоялся турнир первенства Центрального федерального округа По греко-римской борьбе. А электрогорская команда регбистов «Молния» Приняла участие в третьем фестивале по регби, Прошедшем в Зеленограде. Результаты всех игр вы узнаете из нашей рубрики «Спорт». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 18 января начались игры открытого первенства На Кубок главы городского округа Электрогорск Московской области По зимнему мини-футболу. Футбольное поле предоставило и оказалось содействие В организации президент закрытого акционерного общества «Эколаб Сейф-1 Марданлы». Турнир проходил на спортивной площадке Главной территории предприятия «Эколаб». Я рад приветствовать вас здесь, у нас на «Эколабе», На нашем поле. Спасибо, что пришли играть именно здесь. Я думаю, надеюсь, что игры пройдут в высоком уровне. Победит дружба. Будете получать удовольствие от игры, от спорта. С праздником, с футболом, желаю каждому выступить хорошо, Всем быть победителем, получить кубок главы города. Открытие нашего турнира на очень замечательном поле, Которое подготовлено. Хочу отметить еще раз. Ну, по правилам, в общем, все известны, все знают, Только некоторые уточнения. Правила обычные, как для большого футбола, Ну, несколько исключений. Ауты руками. Вратарь вводит мяч ногой. И вне игры будет считаться только в одном случае, При выносе вратарем от ворот. Первыми на поле встретились команды «Вымпел элемент». Субтитры создавал DimaTorzok Со счетом 3-0 одержала победу команда «Вымпел». Команда Филимонова выиграла у команды «Экалаб». Счет 1-2. А команда «Дюсш» встретилась на поле с командой «Большие дворы». Игра закончилась со счетом 2-1 в пользу команды «Дюсш». 19 января команда «Юнош» по хоккею «Вымпел» выезжала своим ходом на календарную игру первенства Московской области по хоккею с шайбой в город Краснозаводск. Со счетом 5-3 команда «Вымпел» уступила команде «Старт». С 13 по 15 января спортсмен отделения греко-римской борьбы выезжал в город Рязань, где состоялось первенство Центрального федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей 1997-1998 годов рождения. По итогам первенства Центрального федерального округа приняли участие 15 регионов, 23 участника. Никита Чучков завоевал 10-е место в весовой категории 63 килограмма. 18 января около 30 команд со всей России, а также Белоруссии и Украины приняли участие в третьем фестивале по регби, прошедшем в городе Зеленоград. Побывала там электрогорская команда регбистов «Молния». По итогам снежного регби команда «Молния» заняла 6-е место. У меня на сегодня все. Всего доброго. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok